Вчерашние личинки уже завтра корм для животных, а отходы жизнедеятельности эффективное удобрение. Руководитель Химкинской компании и мага инжиниринг Леонид Никишов показывает депутату Госдумы Ирине Родниной технологию будущего. Тем временем в соседней комнате три вида мух, яйца которых позже переместят вот в эту конструкцию с органическими отходами третьего класса опасности – птичьим пометом или свиным навозом. В благоприятной среде из яиц появятся личинки и за пару дней переработают отходы в удобрение, способные повысить урожайность на 30%. При этом сами, набрав массу во время переработки, станут источником белково-липидного концентрата или хитина – веществ, необходимых для изготовления кормов и используемых в медицине. Таким образом, одно действие и сразу тройная выгода. Причем процесс абсолютно автоматизированный и экологичный. По словам Леонида Никишова, аналогов на рынке мало. Химкинская компания смогла разработать аппарат более эффективный, чем у конкурентов. Эта установка наглядно показывает, что мы со своими технологиями на абсолютно других объемах по высоте можем перерабатывать эти вещи, то есть используя в результате в 10 раз меньше площади необходимые для переработки подобным способом. Получало уже о том, что это абсолютно контролируем в нашем исполнении процесса. Пандемию компания начала развивать новое для себя направление. Стали сопроизводителями медицинского аппарата «Инголит». Устройство прошло ряд испытаний и хорошо зарекомендовало себя при выведении больных из гипотермии, лечении острых респираторных заболеваний, пневмонии. В подмосковных клиниках его активно используют для лечения больных COVID-19. Применяют в комплексе с аппаратом ИВЛ. Аппарат подогревают и подает пациенту дыхательную смесь из кислорода, геля и иных медицинских газов. Кроме того, «Инголит» используют для профилактики заболеваний. Воздействие устройства ощутила на себе и Ирина Роднина. Два, три, четыре, выдох. Два, три, четыре, выдох. Отдыхай. Покажите носу. Спасибо. Шепот, как они знают. Хорошо, водичку пьем. Разработка принадлежит Химкинскому конструкторскому бюро при Институте РАН. А в индустриальном парке «Шереметьево» компания «Имагоинжиниринг» занимается финальной сборкой и распространением оборудования, которое спасло жизнь не одному пациенту. Мне кажется, это очень интересно и полезно будет для спортсменов, для сборных наших команд, потому что любой спорт – это большие физические нагрузки, естественно, когда идет кислородное голодание. Мне хочется сказать огромное спасибо этим молодым людям. Мало того, что это была фантастически интересная экскурсия, если можно сказать, но вот я хочу спасибо им сказать за их труд, за их желание работать. Но этим деятельность компании не ограничивается. Также в пандемию специалисты организации занялись самостоятельным производством бактерицидных рециркуляторов воздуха. Изготовили компактную версию специально для общественного транспорта. Совсем недавно представили рециркуляторы для автомобилей. Эти устройства особенно актуальны в период распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, компания «Имага-инжиниринг» постоянно оказывали помощь медучреждениям, предоставляя средства индивидуальной защиты. Наряду с волонтерами, помогавшим людям в период самоизоляции, организация заслужила благодарность подмосковного отделения партии «Единая Россия». Благодарственное письмо основателю компании вручила Ирина Роднина и исполнительный секретарь местного отделения партии Александр Васильев. От лица областного отделения, от лица областного отделения, очень большое вам спасибо за то, что помогаете от секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Волошина Александровича за то, что вы функционируете в городском округе Химки. И очень приятно вам вручить вот это благодарство. Для популяризации волонтерского движения в Подмосковье запустили специальный сайт «Волонтеры 50». Там можно оставить заявку, чтобы предложить помощь или попросить о ней. Также на сайте размещен список компаний, которые оказывали и продолжают оказывать помощь жителям с первых дней пандемии. Всего таких партнеров более 400. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Специально для Химки ТВ.